Привет, пацаны! Короче, как я и говорил в субботу и предсказывал, в понедельник все нахуй рухнуло. Началось все не очень так это негативно. В начале, когда открылся российский фондовый рынок, где-то на минус 2% упало. Но это, в принципе, довольно-таки немного. И учитывая весь негатив, как бы это, в общем, фигня. Но все как бы ждали, затаились американского открытия фондового рынка. Там, на самом деле, европейский фондовый рынок даже, по-моему, вырос в начале. Гимножко, как бы, вот. И до уже с утра, потому что с утра все курсы валюты устанавливаются, бакс вырос на 18 копеек, евро упал, ну, вырос, как бы, это рубль упал на рубль. Прикиньте, на целый рубль. На один день, на целый рубль, это ебать. Это очень резкий рост. Тут все объясняется легко, да, то есть, рубль упал, потому что нефть упала. Как я и говорил, несмотря на то, что, казалось бы, экономика США в жопе, падает все равно рубль. Потому что экономика России, в случае, если экономика США в жопе, она в еще большей жопе. Потому что, кроме нефти, наши так ничего не научились делать. Калины за рубежом нахрен не нужны. Они только тут будут нужны, если вообще иномарки не будут продавать. Вот, а что там, кроме калин, нефть, газ, энергетика, это все до запада ориентированно. И если там на это все дело падает, короче, спрос, то у нас все просто дохер рухается. Экономика совершенно не конкурентоспособна. Сколько лет говорили, что нужно сделать дифферсификацию, короче, производить там конкурентно способные товары, охуенные, котирующиеся в мире. Ну, так нихера ничего не сделали. Зачем? Действительно, ведь на нефть такие высокие цены, можно и так пиздато жить. Вот, короче, евро вырос на рупе, это на 18 копеек. Таким образом, вот мои 100 евро выросли на 100 рублей, сразу я заработал за один день, а 100 баксов я заработал 18 рублей. Вот, это за один день. Дальше смотрим, и вот открылся, короче, американский рынок. И вначале он тоже вроде не сильно, минус 2, что-то процента такое, в общем, не сильно, довольно таки. Наши тоже немножко припустились. И тут началось, короче, американский рынок стал падать там минус 3 процента. И наш, начиная с 17 часов, он упал где-то до минус 5, потом, короче, до минус 7 процентов. И сейчас вот торги идут где-то до 11 вечера, или даже до 23.50, что-то такое. Упал до минус 10.81. Прикиньте, РТС за один день упал на минус 10.81. Это рекордное падение с 2010 года. Тогда, по-моему, чуть... 2009 февраля, что ли, тогда, по-моему, самый рекорд был. Минус 12, или что-то такое процентов. Вот, то есть это супер падение. И учитывая, что в пятницу все упало на минус 7 или 8 процентов, гигантское просто падение. Фондовый рынок, короче, Америки упал всего лишь на... Вернее, не всего лишь, а очень много на 4.71 где-то. Это очень много. И, как мы видим, то есть наш рынок падает в два раза, как американский, короче. Вот. Цена на нефть пока что немножко упала, но еще не очень сильно. 105 баксов. Но я думаю, что в течение недели она еще сильно упадет, потому что, учитывая такое снижение рынка, цены на нефть полетят. В общем, пока что она еще не успела просто среагировать на эти все дела. Также думаю, что завтра доллар очень не кисло вырастет. Сегодня вырос евро. А завтра, думаю, и бакс, наверное, подрастет очень не кисло, потому что упасть на минус 11% это пипец, короче. Торги просто проводятся с утра по этим валютам, поэтому завтра будет такое реагирование. Соответственно, получается, ну, как я и говорил, это слишком большое такое событие, что рейтинг САА, короче, понизили, да, плюс. Сейчас уже в мире лучшие кредитные рейтинги у Германии, Франции, Англии, там, Люксембурга, еще какой-то набор стран, то есть, фактически, в них, как бы, грубо говоря, деньги потекут, как я, в общем-то, и говорил. Также единый европейский Центробанк сказал, что будет покупать облигации своих проблемных стран, там, Испания, Италия, это значит, короче, что у них это был немножко позитивный фон, на котором сначала все, короче, поднялось, да, я сказал, в начале дня европейские котировки немного поднялись, но потом все-таки на фоне американского рынка это все тоже подрухнуло, и некоторые очень даже не кисло упали, я там читал, что-то Ситроен, еще туда-сюда, минус 8%, вот, потому что, на самом деле, Европа-то, в общем, тоже в заднице находится, сейчас у Португалии преддефолтный, короче, рейтинг, а Испания, Италия у них большие проблемы с долгом, вот, в общем, там очень громадные проблемы, ну, естественно, азиаты тоже попадали, но не так сильно про Японию, короче, не помню, короче, сейчас американцы опять будут печатать бабло, продавать, но у них сейчас рейтинг плохой, поэтому покупать будут хуже, а в итоге опять расплачиваться будут обычные страны, прежде всего такие, блядь, терпилы, как Россия, в первую очередь, как бы, что у нас уже сейчас инфляция охеренная пойдет, ну, и девальвация, фактически, да, девальвация, это, как бы, очень резкое падение валюты, то есть инфляция в течение года, она падает потихоньку, и там, примерно, 10% набегает, а девальвация, это когда, к примеру, за месяц-два, там, 30-20%, то есть очень сильно и именно скачком, а дальше, к примеру, опять так же, ну, грубо говоря, если график, то какой-то вот такой, блядь, ну, то есть сначала плавно, потом резко, нахуй, потом плавно, в течение года, вот, уже сейчас для этого есть все предпосылки, на самом деле, надо посмотреть, как развиваться ситуация будет, пока что, как я говорил, всего 3-4 дня она развивается, это, конечно, очень мало, тот же кризис 2008 года, там, все развивалось месяцами, ну, конечно, было понятно, что жопа уже к концу августа, но, по крайней мере, прошло где-то месяц, да, вот, потом сентябрь, все это падало, падало, это падало очень долго, до февраля или марта, что-то такое, то есть полгода, грубо говоря, а сейчас уже несколько дней, и все так прошло, на самом деле, здесь, мне кажется, еще объяснение в том, что были нащупаны определенные, короче, дны, дна, так сказать, то есть до 600 рейтинг тогда упал РТС, да, то есть в этот кризис самый, как бы сейчас, грубо говоря, считается, что если он, то есть до 600, к примеру, упадет, сейчас вот он там 1700 или что-то такое, то это, как бы, то же самое, что в 2008, то есть, грубо говоря, это, как бы, проторенная дорожка, да, по ней уже не так это боязно идти, когда, как бы, ну, и тогда упал, ну, и сейчас упадет, вот, это тоже, на самом деле, очень серьезный психологический фактор, НРГСи вовсю пиздят, короче, с утра, с утра такие, российские эксперты, блядь, не предрекают, нахуй, никакого кризиса, нет никаких, блядь, факторов, все пиздато, успокойтесь, нахуй, да, блядь, эти открылись понижением, блядь, американские рынки, блядь, минус 11%, блядь, все пиздато, пиздато, блядь, ну, вот такие у нас российские эксперты, что поделаешь, то ли они дебилы, то ли они просто продажные шлюхи, как бы, которые просто, блядь, сука, ну, проплаченные, короче, и РБСи это все, блядь, показывает, ну, РБСи, вообще, там, одни ошибки у них, это пиздец, просто, кто, если новости там смотрит, там, зачастую, к примеру, заголовок новости, там, 5 миллиардов чё-то, да, не важно, чё, рублей там, а в самой новости 5 миллионов рублей, ну, и таких ляпов там, вообще, навалом и дохуя, короче, просто пиздец, их редактор, там, я не знаю, какого-то студента на 20 тысяч взяли, или даже на 10 тысяч, то есть, совершенно, ну, вообще, полный, необразованный, как бы, дебил, на самом деле, 10-летний школьник бы, грамотный, как бы, это все, ну, редактор, да, то есть, посмотрел ошибки, ляпы и так далее, казусы, ну, поэтому, короче, там, конечно, полная хуйня, и они все это, да, главную страницу выхуяривают, а реклама на РБСи стоит бешеных денег, там, один баннер стоит у них 800 тысяч рублей в один день, да, я смотрел, там, можно посмотреть, главные баннеры, а у них там несколько баннеров, и, прикиньте, они такое говно втирают, фуфел полный, вот, также еще хотел сказать, что Кудрин сказал, что мы в течение ближайших лет дохуя там долг будем брать, громадные несколько триллионов рублей, и, короче, очень серьезные заимствования, и получается такая хуйня, то есть, мы, когда продаем нефть, мы все в ЗВР, блядь, облигации покупаем, и у них доходность, как я и говорил, 1-2%, а в это время наше правительство будет брать, короче, в долг, ну, там сказали, что за рубежом что-то не понравилось брать, будут стараться на своем рынке, ну, грубо говоря, в банк, да, ты понесешь, это, грубо говоря, и есть, оно под 8-9, там, или больше процентов, то есть, прикиньте, да, Америку они, блядь, покупают, и 1-2%, и тут же им не хватает денег, и они берут, блядь, под 8-9% будут отдавать, казалось бы, возьмите вот эти деньги, не давайте их Америке, вот, возьмите, да, ну, тут на лицо просто реально разорение, как бы, России, да, то есть, просто высасывание всего, то есть, в Америку деньги мы не берем, мы им все поставляем, нефть и так далее, они нам бумажечки, и мы ничего, 1-2%, а тут же нам деньги нужны, да, для своей финансирования, своей экономики, ой, мы, блядь, под 8% этого будем отдавать, ну, это просто, я даже не знаю, как бы это Кудрин прокомментировал, ему, наверное, просто такой неудобный вопрос, как бы, не зададут, или он что-нибудь такую хуйню какую-нибудь сморозит, блядь, и типа, вот-вот, блядь, вы дураки, вы ничего не понимаете, ага, блядь, ничего не понимаете, ну, в общем, ну, такой пиздец, это, прикиньте, пока что цены на нефть высокие, правда, в связи с событиями вот этими, они могут, конечно, упасть, серьезно, то есть, на самом деле, казалось бы, откуда дефицит, да, то есть, откуда дефицит, ну, вот сейчас вот, если они упадут, конечно, дефицит на самом деле будет, но тут они сами нихуя ничего предсказать не могут, потому что мы видим, все их предсказания, это, ну, это просто профанация, это как ванга какая-нибудь, или что-то там пиздят вообще, это как инфляция, да, они говорят, они каждый год говорят, в этом году, блядь, инфляция будет 5-6% максимум, блядь, и потом на нахуй 9-10% и вот, они такие, а, блядь, а, блядь, пожары нахуй, или, блядь, а, блядь, а, нахуй, и так все время, вот сколько, блядь, я помню, каждый год, в начале года говорят, блядь, будет инфляция 5-6%, а потом, блядь, 10, эээ, блядь, сейчас кого-нибудь уволим, нахуй, ээ, блядь, не удалось, блядь, удержать инфляцию, блядь, нахуй, сука, пиздец, и вообще не стесняются, то есть, они потом будут говорить, а тут сейчас будет, блядь, инфляция 15-20% за эту, эээ, блядь, кризис, нахуй, блядь, кризис, нахуй, а при этом цены на обычные потребительские продукты, которые покупает средний человек, они, блядь, растут не на эти 10%, а гораздо больше, а, блядь, а на трубы, блядь, не росла, и поэтому у нас 10% этого, блядь, получилось, и в итоге все, короче, обычный человек, блядь, на своем горбу, все вот эти, а Барамович, он, блядь, на яхте, короче, им, когда кризис наступил, у них они все, блядь, в долгах, как в шелках, потому что они все живут на широкую ногу, потому что они, блядь, кредитов понабрали за рубежом, вот, и, блядь, нельзя дать разориться, надо им, блядь, поддержать, блядь, и кредиты им дали, нахуй, безвозвратные вообще фактически, ну, короче, пиздец творится, вот, и у нас все время, как кризис страдает обычный, как бы, человек такой, ну, грубо говоря, бедные стали еще беднее, а богатые богаче, потому что в Америке вот был кризис, они что сделали, Обама, сука, он всем, блядь, по 600 баксов выдал просто так, но 600 баксов небольшие деньги, но все равно, блядь, это всем вообще там какая-то дотация была разовая, дальше, блядь, бесплатная страховка, это у них вообще дохуя денег, там, 600 миллиардов баксов на несколько лет, это пиздец, то есть, прикиньте, они в кризис, они, они, ну, они и корпорации им давали, но они и народу давали, блядь, а у нас что, у нас до роду, блядь, дали, всех повольняли, там, дохуя народу, вот и все, и дали, и давайте, цены, блядь, на жратву взросли, ну, а хули, у нас же, блядь, жратвы нету, блядь, всю жратву покупаем за границей, как же, блядь, хлеб, мы не мы же хлеб делаем, да, вот, цены выросли, вот и хлеб вам вырос, конечно, блядь, мы же его за границей берем, и все, что продается, блядь, если сейчас действительно заграничной еды очень много, если ее всю сейчас просто, ну, грубо говоря, не импортировать, то у нас действительно еды очень мало, то есть, Россия, как бы, производит баллы, и вообще там пиздец, ну, не голод, но, блин, это будет очень херово, и видите, то есть, даже сраную еду не могут у нас производить, сраную еду, блядь, я не говорю про процессоры, Core i5-2500K, нахуй, сраную еду, блядь, сраную говядину, сука, хлеба дохуя, чтоб он стоил 5 рублей, буханка, бензин, блядь, в нашей стране, где самое больше всего нефти добывают, да, блядь, бензин по 25 рублей, нахуй, конечно, цены на них дорогие, блядь, а в США, ну, сейчас в США тоже поднялись, но до этого там были по 10 рублей, нахуй, бензин, вот, и сейчас он у них даже все равно дешевле, чем у нас, по-моему, в США, блядь, сука, ну, про это есть отдельный фильм, как они делают, чтобы у них не было инфляции, а инфляцию они на другой мир перекидывают, и они так избавляются от своей, короче, инфляции, поэтому у них все очень дешево, машины дешево стоят, да, блядь, у них там, мустанг за 20 тысяч баксов можно купить, у нас его купите, блядь, 50 тысяч какой-нибудь стрёмная версия, а нормальная такая, навороченная будет, 60-70 тысяч баксов стоит, а у них, блядь, 20-30 баксов, 30 тысяч баксов уже навороченная, блядь, версия, а у нас, блядь, 60 навороченная, или 70, нахуй, вот и все, блядь, и в России получают зарплату гораздо меньше, и при этом цены гораздо больше, вот, блядь, а за счет, что нахуй, за счет того, что Америка, блядь, они, сука, у них и бензинчик дешевый, блядь, они ездят на своих вот этих машинах, они-то, блядь, не экономят, блядь, да, они-то кризис не почувствовали, блядь, когда кризис был, конечно, нахуй, сука, у них зарплаты, блядь, и пособие по безработице охуенной, ну вот, блядь, вот такие вот дела, короче, думайте, блядь, пока.